Привет! Меня зовут Свята Носик и вы смотрите канал RoomTours Вдохновляющие интерьеры Made in Ukraine И сегодня я приглашаю вас к себе в гости В нашу квартиру, где я живу с супругом Владом и нашим сыном Никитой Нашему ремонту ровно год И это значит, что мы уже протестили, какие наши решения реально крутые А какие мы не будем рекомендовать Нажимайте на лайк, колокольчик, приглашаю вас к себе в гости Итак, наша квартира 120 квадратных метров в Киеве, Голосевский район И у нее, наверное, самая нестандартная планировка, которую вы могли когда-либо видеть Потому что, заходя в нашу квартиру, вы сразу видите вот такую лестницу наверх А далее вся квартира уже находится на одном этаже Так получилось вследствие разделения одной большой квартиры на две поменьше Но я считаю, что каждый недостаток можно сделать своей изюминкой И мне кажется, у нас это получилось По дизайн-проекту на этой лестнице должно было лежать дерево И, возможно, это выглядело бы более элегантно Но мы подумали о том, что по этой лестнице будут бегать маленькие ножки в носочках И это будет достаточно скользко Поэтому мы решили положить ковролин, что на самом деле намного бюджетнее И мы ни разу не пожалели об этом решении Под лестницей у нас организовался небольшой гардероб И здесь прямо напрашивается такая драматичная красная штора Потому что, когда к нам приходят в гости друзья Они передают сюда курточки, я их вешаю И мне порой даже хочется дать номерок Мне кажется, это будет прикольно А что вы думаете? Подымаясь по лестнице, мы попадаем в некую прихожую И нам очень повезло, так как не очень много несущих стен в этой квартире Мы рисовали всю планировку, исходя из своих главных пожеланий Мне очень нравится, что мы избежали узких коридоров Таким образом, из этой прихожей мы можем попасть уже во все остальные комнаты Я очень люблю гардеробные и всячески стараюсь избегать шкафов Но мне кажется, вот этот шкаф, он реально идеальный Во-первых, я очень люблю этот рисунок ореха И вы будете видеть перекличку этого материала практически в каждой нашей комнате Он совершенно нам не надоедает Во-вторых, в нем нету совершенно ручек Таким образом, он не отвлекает и не берет на себя слишком много внимания И в этом шкафу мы разместили практически все, что мы хотели спрятать Это и бойлер, разные пылесосики, швабры, бытовая техника Постельное белье, подушки и так далее и подобное То есть много всякой осячины, которая есть, наверное, у всех дома Когда мы планировали наш интерьер, мой супруг захотел себе кабинет И для меня это было немножечко удивительно, потому что он работает из офиса каждый день Но я подумала, что, наверное, каждому мужчине нужна какая-то своя пещерка И я согласилась Когда мы закончили этот ремонт, и у него появился кабинет Ровно через три месяца началась пандемия Наверное, он что-то знал Пойдемте покажу идеальный кабинет для работы из дому Итак, почему я считаю, что это идеальный кабинет? Ну, во-первых, здесь есть неплохой вид на центр, на который можно отлезть в течение рабочего дня Во-вторых, я очень люблю эту длинную столешницу На самом деле она прям на 2-3 рабочих места Здесь есть место для нужной техники Припылился наверху наш диджейский пульт Здесь хранятся музыкальные инструменты, барабан, гитара И даже небольшая библиотека Почему небольшая? Потому что последние 3-5 лет мы уже читаем все в электронном варианте Ну и, конечно же, телевизор для просмотра футбольных Игр и разных мужских сериалов Напротив диванчик, который очень легко трансформируется в два спальных места Для наших гостей, которых мы любим Сейчас я покажу одно из самых удачных наших решений в этом интерьере И это постирочная Для которой мы выделили даже часть этой комнаты Но мы совершенно не пожалели Потому что мы считаем, что для стиральной машины, сушки должно быть отдельное пространство И оно не должно перебивать пространство ванной или кухни Мы находим это очень удобным Наверху мы разместили бойлер Далее у нас идет сушка и стиральная машина Собственно, все Но здесь у меня есть вопрос для всех хозяюшек Поделитесь, пожалуйста Если кто-то нашел стиральную машину с функцией сушки Которую реально хорошо сушить Пожалуйста, поделитесь в комментарии Я думаю, что всем будет очень полезно Еще маленький нюанс, который мы здесь установили Конечно же, не все вещи можно сушить в сушке Для этого у нас здесь есть такой приборчик Я не помню, как он называется По-моему, гельфинчик или как-то так Но мне кажется, даже в смарт-квартирах Или в квартирах малогабаритках Это очень полезная штука Когда нет места поставить сушку Которая будет занимать место в квартире Поэтому возьмите на вооружение Рекомендую Вторая моя мечта, которая исполнилась в этом интерьере Это два санузла И сейчас мы находимся в гостевом Он же детский Когда мы рисовали стены для этого санузла Мы исходили из самого маленького размера ванны Потому что мы понимали, что, конечно, наверное, ребеночка удобнее мыть в ванной, чем в душе И второе, о чем хочется сказать Три года назад, когда мы выбирали плитку для этого санузла Наверное, было два тренда Это плитка под бетон и под мрамор Вот этими двумя трендами мы и руководствовались А сейчас давайте пройдем в детскую Сейчас мы находимся в детской И вы можете видеть, что это пространство достаточно чистое Мы еще не стали загромождать это все какой-то мебелью Хотя дизайн проект для этой комнаты у нас есть Мы решили немного подождать, пока ребенок подрастет И дать ему возможность самому выбрать кроватку для себя, рисунок на этой стене Единственное, что ему досталось в наследство О чем мы его не спрашивали, это пианино мамы Пока эта комната исполняет функцию игровой Но наш сын Никита уже выбрал кровать, которую он хочет И через две недели эта комната будет выглядеть по-другому Есть два предмета в этой комнате, которые я очень хотела И мне казалось, что для ребенка это будет что-то сказочное и волшебное Это этот вигвам и шведская стенка Но почему-то не случилось И сын совершенно не проявляет интереса к этим предметам Мамочки, пожалуйста, поделитесь Есть ли дети, которым интересно читать книжки в шалаше И лазить по шведской стенке Небольшая деталь про окно и штору Для непосед устанавливайте вот такие ключики Замки для безопасности, чтобы ребенок не мог сам открыть окно Также пару слов про римскую штору Мы решили проэкспериментировать Мне понравилось это решение Но когда мы пошили саму штору Я поняла, что она достаточно скучновата И мы разбавили ее вот такими баламбончиками Для удобства мы разместили детскую и родительскую спальню рядышком И, кстати, когда мы планировали мастер-бедрум Мы переживали, действительно ли нам подойдет та планировка, которую мы выбрали Но сегодня я с уверенностью хочу сказать, что, наверное, это лучший вариант расположения родительской спальни Пойдем, покажу Итак, наша мастер-бедрум Как вы видите, она у нас получилась очень лаконичной и чистой И такое она мне очень нравится Единственный акцент, в принципе, здесь, это, наверное, кровать И мы заказали кровать 2х2 Красивая, шикарная, она к нам пришла Потом мы стали выбирать матрас И когда нам посчитали матрас на нестандартный размер А 2х2 это нестандартный размер Оказалось, что цена выросла в два раза Просто до космических размеров И что нам пришлось сделать? Мы заказали новую кровать под размер 180х2 С матрасом нашей мечты Пару слов про шторы У меня очень чуткий сон, как и у моего сына И, конечно, с первыми лучами солнца мы сразу просыпаемся Поэтому для нас очень было важно, чтобы в спальне был blackout И это действительно ткань, которая называется blackout Но есть маленький нюанс Если вы действительно хотите, чтобы свет не проникал 100%, вам предложат прорезиненный еще один-второй слой Таким образом штора получается очень тяжелая И, например, наш карниз бы не выдержал такой нагрузки Поэтому мы решили этот вопрос немного иначе Мы также добавили сюда вот такие ролеты Просто белые ролеты И когда вот это уже в тандеме Ролет плюс штора У вас действительно получается 100% тьма И это очень круто Это действительно улучшает качество сна Я очень, как вы уже поняли, про качество сна и вообще качество жизни Поэтому здесь у нас появился вот такой вот увлажнитель Philips Он у нас не так давно, наверное, около месяца Но я достаточно довольна с ним Мы даже балуемся немножко Потому что он не только увлажняет, он и чистит воздух И еще при этом он показывает, насколько загрязнен воздух в вашем доме Мне кажется, мы уже все переходим от вазонов на подоконниках К красивым большим горшкам на полу И, кстати, если вы специалист по джангл-урбан или урбан джангл Пожалуйста, напишите мне Потому что я действительно хочу создать здесь такой небольшой оазис Прямо такие вот джунгли из красивых растений А еще это у меня такая станция для йоги Моя небольшая йога-студия Каждый день я уделяю час времени йога-кундалини Зажигаю эту свечу и медитирую на буду Сейчас меня точно поймут все девочки Если мы вспомним наш всеми любимый сериал «Секс в большом городе» Там у Кэри Брэдшоу была спальня Из нее переход в гардеробную Из нее переход в ванную комнату И от такого, наверное, мечтала и я И здесь это воплотилось Мы заходим и сразу попадаем в гардеробную Здесь есть небольшая мужская часть И чуть побольше женская часть И я желаю, чтобы гардероб случился в жизни каждой девочки Потому что это так удобно Ты подошла, посмотрела, какую ты кофточку сегодня хочешь одеть Потом ты сразу видишь все свои туфли, свои сумки Примерила лук, посмотрела в зеркало во весь рост Это очень удобно Но есть продолжение Пойдемте покажу еще ванную спа Итак, наша ванная Мое место силы и самая большая гордость Это то помещение, которое мы воплотили прям до нюанса Так, как у нас было в дизайне интерьера Безусловно, наверное, самое красивое в этой комнате Это отдельно стоящие ванны О ней я тоже очень сильно мечтала И я хочу вам рассказать Я напишу об этом в описании Познакомлю вас с одним украинским брендом Который делает невероятные отдельно стоящие ванны Но я не была знакома с этим брендом 3 года назад Поэтому здесь мы видим польскую ванную Ну и еще как альтернатива Конечно, вы всегда найдете очень много итальянских ванн Из натурального камня Это не натуральный камень Итак, про нашу душевую Я на девочке на языке не скажу, как это называется Но здесь очень удобно, что включается душ Именно через такую кнопочку Я как девчонка, конечно же, топала ножками Я очень сильно просила у мужа тропический душ Вчера, когда я думала, о чем я буду вам рассказывать Я поняла, что я ровно два раза принимала душ С помощью этого тропического душа Но я спросила у супруга Он пользуется им каждый день Поэтому фу, не зря потраченные деньги Безусловно, когда есть вот такая душевая Будут оставаться разводы от воды Вчера у нас была генеральная уборка Поэтому вы ее видите в идеальном состоянии В принципе, если вы не перфекционисты Вас не сильно будут раздражать эти разводы Вы можете ее делать Но так, чтобы каждый день она была в идеальном состоянии Это вряд ли И коль я с вами уже максимально честна Еще одна вещь, которую я хочу настоятельно порекомендовать Это вот такой гигиенический душик Совершенно не обязательно размещать отдельно биде Просто вот такая маленькая мелочь, а приятно Мне очень хотелось в ванной сделать такую атмосферу в спа Поэтому мы и не делали здесь стиральную машину Здесь совершенно нет никаких хозяйственных бытовых моментов За счет вот этой плиточки под бетон За счет отдельно стоящей ванной Немножечко декора с лицом Буды Мне кажется, у нас все получилось Я очень люблю зажечь свечи Набрать ванну с пеной И для меня это прямо территория спокойствия и гордона Я советую всем предельно внимательно Отнестись к аксессуарам в вашей ванной комнате Я нашла вот такие под бетон стаканчики Которые, мне кажется, идеальные для нашего интерьера Такие корзинки из-за арахом И мне кажется, именно такие детали Отличают наши квартиры Ведь где-то это пространство для жизни А где-то это просто ванна Ну а сейчас рубрика «Нет» Пожив какое-то время в этом интерьере Мы поняли и вынесли для себя Три вещи, которые мы бы не сделали в следующий раз Итак, номер один Это плинтус Лучше найти хорошего мастера Который сделает вам стык-встык Сейчас это уже не модно И если вы рассчитываете, что вы хотите, чтобы ваш ремонт классно смотрелся лет через 5-10 Избегайте плинтуса Нюанс номер два Это двери Вы, наверное, если смотрели, интересовались другими каналами про дизайн Вы видели, что многие дизайнеры делают двери вровень со стеной И это действительно вроде деталь, но настолько по-другому более современной модернове смотрится В нашем случае была такая история Сначала мы поштукатурили стены, а потом стали выбирать двери Поэтому у нас уже не было выбора И нам пришлось делать двери с наличниками Мы рекомендуем делать двери вровень То есть сначала дверь, а потом штукатурка Номер три в рубрике «Нет» Это внешние розетки, особенно в ванной комнате Их я советую спрятать То есть установить за или внутри тумбочки Таким образом вы прячете сразу все ваши приборы, фены И вам не надо постоянно их включать, выключать Они постоянно здесь, готовы к использованию Итак, мы в кухне-гостиной Наверное, для каждой семьи это душа этой квартиры Душа этого интерьера, нашего пространства для жизни И здесь опять-таки продолжают сбываться мои мечты Потому что я очень хотела остров на кухне Он, конечно, не ярко выраженный Например, мы не размещали здесь мойку или плиту Но тем самым мы просто хотели добиться большого такого пространства Большого стола, за которым можно собраться с друзьями Можно рисовать с ребенком В общем, такой эпицентр, центр нашего общения Кухня, наверное, это у нас та часть нашей квартиры Которая получилась вот прям так, как мы рисовали ее на дизайн-проекте Но с маленькими нюансами и с нашими маленькими изюминками Например, вы также могли, наверное, столкнуться с тем, что Строить холодильник это достаточно недешевое удовольствие Мы долго думали про то, что он должен быть металлический Но муж рискнул, потому что я бы, наверное, не решилась на такой большой черный холодильник Но согласитесь, по-моему, он совершенно не мешает И очень гармонично вписался в этот интерьер Так как мы понимали, что на фасадах у нас будет дерево У нас будет большой акцентный холодильник Мы решили, что вот эта зона фартука и рабочей поверхности должна быть белой Но я должна вас предупредить, если вы перфекционист Это точно не для вас И такая белая мойка Это предмет ежедневной тщательной уборки Потому что любой продукт, овощ, фрукт, конечно, оставляет на ней пятна Но, тем не менее, вот когда все в таком чистом виде Это не может не радовать глаз и душу У нас расположилась вот здесь духовка Она же микроволновка Кстати, я должна рассказать об этом нюансе как четвертая нет Конечно, в следующий раз я расположу ее на уровне удобном руки Чтобы каждый раз не нагибаться Итак, за этим шкафчиком у нас зона хранения Здесь я храню разные крупы, масла Точно так же здесь место для аптечки Холодильник, как вы уже поняли Мусорник, очень удобно, когда он выдвигается вот таким образом Здесь смесители, так как у нас установлен фильтр Посудомоечная машина Разные кастрюльки, сковородки Всякие кухонные штучки Но я обязательно вам немного расскажу про хранение вина Так как в дизайн-проекте у нас был задуман винный шкаф Или винный холодильник Но когда мы посмотрели цены на эти винные холодильники Мы решили, что мы, наверное, обойдемся И мы закрыли этот вопрос Проехали, забыли Но по дизайну мы решили сделать такие открытые ниши И, в общем, в один из дней, когда я прогуливалась по эпицентру Я увидела такие держалочки для вина И просто посмотрите, как они шикарно здесь вписались Просто как будто мы прям задумывали их Они стоят 3 копейки Но, по-моему, создают и атмосферу И даже сами потурки красиво смотрятся Для разделения зон в этом пространстве Мы использовали разные напольные покрытия Это плитка Кстати, везде, где у нас лежит плитка дома У нас теплый пол и ламинат Я сейчас сижу на диване украинского производителя Интерия Наверное, не скажу ничего супер-хорошего или супер-плохого Хороший диван, цена-качество И пару слов про нашу елочку Не могу не сказать У нас появилась семейная традиция Уже второй год На Новый год мы покупаем елочку в горшке Она у нас живет 2-3 месяца И весной она отправляется уже в самостоятельную жизнь В прошлом году мы высадили ее возле дома А эту, как вы видите, я уже раздекорировала И очень скоро она отправится на участок к нашим кумовьям Я советую всем так делать Будет намного круче, если каждый год после Нового года Останется немного срезанных елочек А плюс одна елочка от каждой семьи Чтобы интерьер был не скучный и не надоел вам быстро Мы советуем использовать разные сценарии освещения В этой комнате аж 5 сценариев освещения Можно осветить только рабочую зону Или только зону подоконника, стола Или же включить центральный свет Сегодня погода немного хмурая Но поверьте, когда наступает ночь И здесь загораются огни Мы называем наш вид маленьким киевским Манхэттеном Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца Надеюсь, что он был полезен для каждого из вас Нажимайте лайк, колокольчик И пишите в комментариях, какие другие темы Вам интересно увидеть в следующих выпусках А автору самого интересного комментария Я подарю вот эту нашумевшую книгу Точка G твоего дома Которая уже стала настольной для меня Ну что, спасибо, всех целую Увидимся очень скоро Па-па